Девушки отдыхают Самое важное правило загорающего – купанию. Время, загару – час. С 6 утра до 10 утра. И вечернее время, то есть это после 5 вечера. То есть с 10 утра до 4 на солнце пребывать нельзя. И, соответственно, обязательно только нанесение солнца защитных стелец. Татьяна считает, что золотистого оттенка кожи можно добиться и не выезжать за пределы края. Все дело в том, что время, проведенное на солнце, нужно увеличивать постепенно. Каждый день прибавляйте по 5-10 минут. Максимально находиться на открытом солнце термотологи советуют не больше 2 часов. Сберечь от ломкости волосы поможет головной убор. Просто дома набираешь холодную водичку, если она заканчивается, можно взять из озера и брызгаешь на кожу, потому что так быстрее прилипает загар и не слишком жарко лежать на солнце. При этом крем необходимо наносить тонким слоем массажными движениями каждые 30 минут пребывания на солнце. Если оставить толстый слой, крем может нагреться и повредить кожу. Врачи рекомендуют применять специальные средства с фактором защиты не менее 20-30. Для смуглой кожи подойдет десяточка. Красиво плывут. Кто? Вон так груб, в полосатых купальниках. Полосатые или однотонные, главное, чтобы был сделан из качественных материалов. Откажитесь от синтетики. Волокна такой ткани под воздействием высокой температуры начинают разрушаться и выделять токсичные вещества. Челеватый тем, что можно получить солнечный удар. Причем пациент может об этом не сразу же понять, а через определенную позицию приема. То есть может пройти несколько часов, когда он приедет домой и уже почувствует недомогание, головную боль, тошноту. Чтобы защитить организм от обезвоживания, пейте больше воды. Оказывается, не только для легкого перекуса, но и для красивого загара нужно есть фрукты, а именно яблоки, арбузы и груши. Все дело в том, что в них высокий уровень содержания бета-каротина, который, в свою очередь, усиливает выработку пигмента меланина, придающий коже красивый оттенок. Получайте витамин Д с умом и будьте здоровы!